Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Это Первый городской телеканал, это программа совещания, программа, в которой мы общаемся с чиновниками, узнаем о их профессиональной деятельности, узнаем, что же все-таки происходит в кабинетах городского и районных советов. Сегодня мы поговорим с заведующей отделом ведения государственного реестра избирателей Татьяна Валерьевна Антонова в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы работаете в центрально-городском районе, отвечаете именно за реестр центрально-городского района. У нас уже был в студии ваш коллега с Долгинцевского района. Немножко обсудили, я так понимаю, что есть много общего в вашей работе, но есть и какие-то особенности, исходя из объектов, мест, которые находятся на территории района. Вот хочу от вас услышать, какие особенности есть и о чем мы сегодня сначала поговорим. Есть отличия у нас в работе отделов. Почему? Потому что на территории разных районов находятся разные субъекты подания ведомостей. Допустим, у нас в районе находятся три военные части, от которых мы получаем ведомости. В металлургическом районе, допустим, есть на украинской мове установка «Витбывание покарания». Также и в Терновском районе. Я вот давайте тогда спрошу у вас о воинских частях. Какая особенность там при подаче документов? Я так понимаю, что определенный период люди, которые проходят либо срочную службу, либо люди, которые находятся на службе по контракту, они находятся в реестре, местном реестре. В каких выборах они принимают участие? И как вы следите за тем, когда они прибывают, убывают? То есть когда меняются эти списки? В ведомости о срочниках, это те люди, которые проходят срочную службу, нам дают командиры военных частей. Срочники могут, имеют право голосовать только лишь на всеукраинских референдумах, на выборах в Верховную Раду и на президентских выборах. В местных выборах срочники не имеют права голосовать, потому что считается, что не принадлежат к территориальной громаде, именно вот там, где они проходят службу. А кто еще не имеет права голосовать на местных выборах? На местных выборах не может голосовать. Это в установках видбывания покарания. Не могут голосовать, к сожалению, переселенцы, которые, вынужденные переселенцы, которые приехали к нам с Донецка, с Луганска, с Крыма. Мы сейчас говорим о местных выборах. Тогда хочу спросить, кто же участвует в местных выборах. Есть ли какие-то особенности? Должен ли человек прожить какой-то определенный период в городе? Или если у него есть такая обычная, самая стандартная городская прописка, он зарегистрирован здесь по месту жительства, получается, что он уже является участником местных выборов? Да, в местных выборах может голосовать любой человек, которому исполнилось 18 лет, который дееспособный и обязательно прописан на территории нашего города. Это выборы Криворожского городского главы, это выборы в районные советы, городские советы. Наверное, спросят телезрители, мы уже обсуждали это с вашим коллегам с Долгинцевского района, с коллегой, но я еще раз поинтересуюсь. Выборы проходят достаточно, с одной стороны, и редко, но, с другой стороны, если посмотреть на политическую историю нашей страны, достаточно часто бывают выборы... Два раза в год практически. Каждый год практически? Практически, ежегодно это точно, но бывает так, что два тура голосования, получается, это два захода. Бывает, что два раза весной и осенью. Вы следите ежедневно за реестром, ваш отдел за этим наблюдает, сколько людей работает в вашем отделе в Центральном городском районе? В нашем отделе работает 5 человек, 5 специалистов. Это количество определено Кабинетом министров. То есть, с 50 тысяч по 100 тысяч избирателей, это 5 человек должно быть. Чем занимаются эти люди? У них равная обязанность, или кто-то занимается конкретно одним делом, кто-то вторым? Практически все делают одну и ту же работу. Это ежемесячно. Реестр избирателей – это практически живой организм, который постоянно в движении. Мы обрабатываем ведомости самые различные. Это выписались люди, прописались, не могут самостоятельно передвигаться постоянно. Это инсульт, инфаркт, допустим. Это тем, которым 18 лет исполнилось. Ну, очень разные. Управление нам дает эти ведомости. Управление охраны здоровья, военные части, суды дают, ЗАГСы дают, государственная иммиграционная служба и отделы регистрации. Сейчас все больше и больше всевозможной информации, которая передается по государственной линии, то есть, ну, такие, скажем, такая спецпочта, она все больше переходит в электронную форму. Вот от каких организаций, от каких установ вы получаете данные в электронном виде, а где данные еще переходят по старинке на бумаге? Нет, мы все получаем в электронном виде и обязательно бумажное подтверждение с подписью и печатями, обязательно мокрыми, в бумажном виде. Так, понимаешь, что и центрально-городской ЗАГС передает вам информацию о умерших? У них есть своя база, и с помощью которой тоже получаются отчеты, которые они передают нам. Ну, соответственно, вы ведете свою базу, что это за база, как она называется и как она функционирует? Она объединена по всей Украине или она существует в каких-то местных пределах? Да, мы можем, вот в центрально-городском районе, в своем отделе, мы можем видеть буквально всех избирателей по всей Украине. Но вносить изменения только можем в данные нашего центрально-городского района. Мы даже видим людей, которые находятся за границей. Это в России, к примеру, которые покидают границу. Они становятся на консульский учет, и мы автоматически отделу, который находится при МЗС, передаем данные в разные страны. То есть организм как бы постоянно живет, постоянно функционирует? Да, постоянно. Ну, исходя из того, что у нас были ваши коллеги с центрально-городского района, мы говорили с ними о регистрации места жительства. И так в среднюю цифру они сказали, что их службу посещает в день порядка 70 человек. Я так понимаю, что эта цифра немножко больше у вас, потому что вы следите тоже за этим. Вот сколько примерно в день или в неделю, или в месяц, как вы ведете эту статистику, добавляется людей в этот реестр, и сколько из него изымается по тем или иным причинам? Ну, я так немножко приготовила статистику. Допустим, ежемесячно получается, что 60 приблизительно человек в нашем районе достигают 18-летнего возраста. При этом получается за год это приблизительно где-то 820 человек. А вот умершие... Это те, которые становятся избирателями и уже имеют право голоса? Да, вот умерших, к сожалению, намного больше. Это где-то порядка около 1200 человек за год. А по количеству людей, которые меняют место жительства, больше приезжают или уезжают в город? За месяц, получается, выписывается приблизительно 300 человек, прописывается 250. Вот такая статистика. Тогда я хочу спросить, кому необходимо лично проверить свои данные в реестре. Ведь несмотря на то, что вы следите ежедневно за всей этой информацией, несмотря на то, что она особо проверяется в момент именно, когда проходят выборы, когда вы предоставляете списки, несмотря на то, что людям сообщают и по телевидению, и по радио, и в газетах о том, что нужно прийти и проверить себя, все-таки бывают такие случаи, когда человек не находит себя в этом списке. По каким причинам это происходит? Эти причины зеркальны, они одинаковы, либо у каждой причины есть своя жизнь? Причины, почему мы... Первая категория, кто обязательно должен проверить себя, у нас в реестре задуматься, это большие молодые люди, которым исполняется 18 лет. Это очень сложный отбор информации, потому что люди достигают 16-летнего возраста и тогда только получают паспорт. И дальше за это время они могут переехать в другой город. Допустим, не на... То есть, по сути, никакого контроля за ними нет. Я так понимаю, что это, извините, что перебивает, а информация, которая поступает от вас, ну такая, в режиме онлайн, это статистика по смертности, это статистика по выписанным, прописанным людям, она моментально приходит к вам, как информация. А здесь человек 16 лет получил паспорт, где он находится в 18 лет, где живут. И не обязательно в нашем районе он может получить паспорт, он мог получить в другом городе паспорт и за это время переехать к нам. И, естественно... Прописаться еще в 17, и тоже там не быть. То есть, из-за вот такой ситуации происходит то, что 18-летние, либо там 19-летние... И это самая большая группа рисков. Хорошо. Как люди или их родители, вот люди такого возраста, могут узнать, действительно ли они находятся в вашем реестре? И, может быть, вот первый раз такая премьера у них для голосования будет, им, наверное, особо приятно. Молодежь иногда часто, иногда не очень часто посещает выборы. Но если они хотят их посетить, как да. Активность у них более поднялась. И как раз-таки под выбором такая категория людей больше приходит к нам проверить именно в отдел, по месту прописки. Может, они могут обратиться к вам по какому-то телефону, для того, чтобы уточнить, именно в центрально-городском... По телефону они могут обратиться только узнать процедуру, как они могут себя проверить в реестре. А именно данные продиктовать мы им не можем, потому что я на другом конце телефона не знаю, кто мне звонит. Может быть, это риелтор, может быть, кто угодно. Только лично с паспортом можно себя проверить у нас в отделе или же в интернете. Хорошо, давайте начнем с вашего отдела. Как он работает, если прийти к вам лично? В какое время у вас обеденные перерывы? Как вы принимаете? Обеденный перерыв у нас с 12.30 до 13 часов, работаем с 8.30 и до 17.00. Находитесь вы в здании центрального городского исполкома. Хорошо, теперь поговорим о электронной форме проверки своих данных, личный кабинет избирателя. Эта вся информация находится в интернете. Что за сайт? Как на этом сайте зарегистрироваться? И как стать частью этого личного кабинета? Элементарно. Это на сайте ЦВК сразу вверху есть такая вкладочка, где очень подробно написано, как заходить. Для этого надо иметь только электронную почту и зарегистрироваться. Там на сайте ЦВК даже есть визуальное, как заходить, куда нажимать. А кроме того, чтобы проверить себя, проверить наличие своей кандидатуры в этой базе данных, для чего может быть еще полезна эта база данных личный кабинет избирателя? Только для того, чтобы узнать, есть ли данные в реестре. А что за сайт? Сайт Центральной избирательной комиссии, официальный сайт. Окей. Тогда спрошу, для чего еще, кроме выборов, может использоваться данные с вашего большого реестра, с реестра, над которым вы работаете ежедневно? Какие организации? Куда может подаваться эта информация? Для каких целей? Ну, допустим, в этом году мы первый раз и всего лишь одноразово передали свою базу данных для создания реестра территориальных громад. Это единственный раз, когда мы для другого реестра свою базу отдали. Дальше... И как она должна была там функционировать? Зачем им нужна эта база? И как они ее будут использовать? Это для работы нового отдела, который ведет реестр граждан Центрально-городского района. Да, местный то есть? Это тоже структурное подразделение наше. То есть тот, который, с которым мы общались, который занимается регистрацией и снятием с регистрации. как в народе говорят. Данные реестры могут быть еще использованы для получения вынужденных переселенцев, вынужденными переселенцами утерянных документов о гражданстве Украины. Они могут также использоваться для людей с, так сказать, темчасово окупованной территорией. Для, опять-таки, восстановления документов. Государственная иммиграционная служба делает нам запрос на таких людей. Это законодательно утверждено, подтверждено. И мы даем ответ для того, чтобы дальше человек мог восстановить все свои документы. Давайте поговорим о вынужденных переселенцах, о жителях временно оккупированных территорий. Я хочу спросить, какая особая процедура регистрации их? Вы уже сказали о том, что они не имеют права участвовать в выборах местных, но имеют право участвовать в выборах общенационального масштаба, референдумах, выборах президента, выборах депутатов Верховной Рады. Да, как я понимаю? Как устроен сам процесс выборов для переселенцев? Потому что это особая форма, которой не было раньше, насколько указано все это в законах Украины? И как это действительно функционирует на самом деле? Законодательно это урегулировано. Уже у нас были такие выборы, где вынужденные переселенцы могли брать участие в голосовании. Сначала это надо было обязательно подтверждающие документы, это паспорт и то, где он проживает, по какому адресу. А как вы можете проверить эти данные? Допустим, человек приехал в Криворог из Донецка, проживает там по какому-то конкретному адресу и в частном порядке снимает там квартиру. Так как приобрести, допустим, здесь за свои деньги он не может, а прописать, к примеру, его никто не захочет. Вот как в данном случае вы действуете? Раньше надо было согласие того человека, который предоставляет жилье временное. Обязательно заявление, обязательно подтверждение, что он является хозяином этого жилья. И заявление от вынужденного переселенца к серокопии паспортов, это была очень длинная волокита. На данный момент, опять-таки, законодательно предусмотрено, если есть в паспорте, мы видим, что Луганск, Донецк, Крым, им кроме заявления о том, что они хотят здесь голосовать, больше ничего не надо. Копии паспорта мы делаем самостоятельно. То есть они регистрируются в реестре в каком-то конкретном месте? Они не могут быть зарегистрированы в нескольких городах, дубликатов такой регистрации? Такого в реестре нет. Двойников практически мы старались все вычистить, двойников нет. То есть он может или в нашем городе, если он переезжает автоматически в другой город, то в реестре автоматически мы переводим его тоже в другой город. Запись про избирателя может быть только один раз. Как уточняется информация об избирателе? Уточняется это ежемесячно. Мало того, что ведомости, если мы, допустим, бывает такое, что увидели двойное включение в реестр, это женщина, которая по старой фамилии, по девичине и уже по новой фамилии, тогда мы имеем право обратиться к избирателю, непосредственно лично к нему, написавший ему вызов к нам, чтобы он пришел с паспортом и уточнил данные. Я хотел бы разобрать одну из ситуаций. Я не думаю, что это очень распространенное. Хотя, исходя из того количества людей, которые по статистике выписываются и прописываются ежедневно, даже на территории одного района, если это все умножить на семь, то есть достаточно большое число людей. Так вот спросить вот о чем. Если, допустим, ситуация уже перед выборами, прямо вот они должны случиться через неделю, а человек сменил место жительства, приобрел квартиру, то есть снял себя с регистрации в одном районе, к примеру, там Кривого Рога или вообще в другом регионе, и попал в другой район, как быстро меняется во время выборов вот эта картина? И за какой период у вас там повышается динамика? Если все-таки избиратель не успел зарегистрироваться, то, к сожалению, он не сможет проголосовать. Но он сможет на старом месте проживания проголосовать. Ну, смотрите, если ситуация следующая, если, допустим, он проживает, условно скажем, в Полтаве, за пять дней до выборов выписывается, из Полтавы за два дня до выборов прописывается в Кривом Роге, фактически успеете ли вы получить эту информацию, и сможет ли он проголосовать на том месте? Нет. Если за пять дней до дня голосования, то он еще может прийти в такой же государственный реестр, как в такой же отдел. Если же за три дня до дня голосования, он может еще восстановить себе право проголосовать через суд. Позже уже, чем за два дня до дня голосования, это практически невозможно. А есть особенность работы Вашего отдела именно в период выборов? Местных и не только? Есть особенности. Каждые выборы определенные сроки, когда нам подаются ведомости. Если мы говорим про выборы в Верховную Раду, то ведомости для составления предварительных списков избирателей подаются не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. Дальше идут предварительные списки за 10 дней до дня изготовления предварительных списков. За 20 дней до дня голосования мы эти предварительные списки отдаем на избирательные участки. Дальше идет, что за 10 дней до дня голосования мы получаем ведомости для изготовления уточненных списков. И за 2 дня до дня голосования мы передаем уточненные списки. Поэтому вот... Спасибо большое за беседу. Спасибо большое, что нашли в своем графике время попасть в нашу студию. Сегодня в прямом эфире в проекте совещания мы беседовали о государственном реестре избирателей, который работает даже несмотря на то, что в данный момент не намечается и не проводится никаких выборов. Работает ежедневно. Мы общались с заведующим отделом ведения государственного реестре избирателей Антонова Татьяна Валерьевна. Было у нас в студии. На этом пока ставим даже не точку, а запятую, потому что в 18.20 я жду вас снова в этой студии, в проекте «Один на один». Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова